Нью-Йорк. Это стало известно из его социальных сетей. Свой поединок Магомед Шарипов проведет против 11 номера в рейтинге полулегкого веса американца Келвина Катара. Это будет уже шестой поединок в UFC для дагестанского ниндзя. Поединок Магомед Шарипова с Катаром обещает стать очень зрелищным, потому что американец — ярко выраженный ударник. Он всегда настраивается на нокаут. А мы знаем, что такой стиль ведения боя нравится не только фанатам, но и руководству UFC. Интересно узнать ваши мысли, друзья. Что думаете об этом поединке? Пишите в комментах, кто победит. Я буду рад почитать ваши комменты. Надо быть осторожным, потому что Келвин очень похож на Стивенс. Обладает очень мощным ударом с обеих рук, и он постоянно прессингует. И еще важный момент — Катар быстрее Стивенс. Это может создать дополнительные сложности. В общем и целом, этот матч — хорошая проверка для Магомед Шарипова. Но ему надо не просто победить Келвина, а в идеале сделать это досрочно. Или еще один вариант — показать доминирование на протяжении всего поединка. Если все сложится хорошо, то в следующем поединке Магомед Шарипову могут дать кого-то из топ-3. Это может быть Альда, Артега или Эдгар. По словам менеджера Резвана Магомедова, если поединок сложится удачно, если не будет проблем, то Магомед Шарипов может еще раз выступить до конца года. А мы знаем, что для болельщика нет ничего лучше, чем получить возможность еще раз увидеть любимого спортсмена в деле. Поддержим Забита перед ним непростая задача. А пока тренер Магомед Шарипова доволен выбором соперника. «Катар — очень хороший соперник», — заявил Марк Генри. «Я рад, что мы продолжим выводить свои навыки на самый высокий уровень этот поединок — очередной шаг к титулу UFC». Так как бой пройдет на родине американца в Бостоне, конечно, это добавит ему уверенности. Но вот именно так становятся чемпионами. Никто не говорил, что будет легко. Магомед Шарипову желаем удачи 18 октября и переходим к следующей новости. Тем временем, хороший друг и спарринг-партнер Магомед Шарипова Фрэнки Эдгар настроен на поединок с Конором Макгрегором. Помните, как на днях Конор заявил, что ему интересен такой поединок, потому что Эдгар похож на Хабиба? «Мне интересны такие похожие на Хабиба бойцы», — произнес Конор. «Еще Фрэнки всегда очень уважителен. Он говорил, что хотел бы внукам рассказать о поединке с Макгрегором. Как только я это услышал, я сразу позвонил президенту Уэйту и сказал сделать этот матч. И не важно, что он потерпел поражение Максу. Поражение и победы не имеют значения. Важны лишь звезды», — заявил в своем интервью Конор. Но пока что Макгрегор весь в делах, у него что ни день, то новость. Плюс ко всему, он неплохо крутится сейчас по делам своего бизнеса. Пока рано говорить о каком-то конкретном поединке, но мысли свои он обозначил. Так, на всякий случай. Давайте вернемся к Фрэнке Эдгару. В интервью он заявил, что Конор — хороший вариант, чтобы провести яркий матч. «Знаете, я готов подраться с Макгрегором. Наш поединок уже давно должен был состояться. Да, я собираюсь спуститься в весе, но для поединка с тобой подойдет любая категория. В любое время, в любом весе ты знаешь, что я не откажусь». Вот с такими словами Эдгар обратился к Конору в Твиттере. Как думаете, друзья, UFC организует поединок Фрэнки Эдгара с Конором Макгрегором? В завершение выпуска узнаем о Джастине Гедже. Он стал последним человеком, который раскритиковал Макгрегора за инцидент в дублинском пабе. Джастин хочет поквитаться с Макгрегором за то, что он ударил 50-летнего мужчину. В интервью для TMZ он заявил, «Конечно, я хочу поквитаться. Я видел, как он ударил того мужика. Хочу ли я ответить ему тем же? О, да, я хочу размазать Конора. Я потерял к нему уважение. У Конора нет уважения. Морали. Как хотите это называйте. Он упал в моих глазах». По словам самого Макгрегора, он планировал вернуться к выступлениям с поединка с Джастином Геджи. Их поединок был близок к тому, чтобы состояться в июле, пока дублинец не повредил руку. В итоге Геджи сейчас один из множества возможных соперников для Конора. Но, как говорят, если это должно произойти, то это произойдет. Следим за ходом событий. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь на мой канал. И давайте подведем итоги вчерашнего конкурса. Победителем стал Зубайр Малсагов. Приствой, поздравляю. И давайте, чтобы было весело, еще один конкурс. Победитель получит от меня 500 рублей. Ваша задача – придумать самую смешную шутку о сегодняшних новостях. Пишите в комментариях. Всем удачи и до скорого. Продолжение следует...